здравствуйте мои дорогие девочки очень рада снова увидеть вас на моем канале love aliexpress сегодня наконец-то снимаю новое видео о товарах для маникюра гель-лака в домашних условиях с aliexpress и мы с вами тестируем гель-лак гель фирмы sariland перламутровую втирку жемчужины и металлические бульонки керамическую фрезу для снятия гель-лака в сочетании с розовым фрезером и новый клинцер объемом 120 миллилитров в прошлом видео мы с вами тестировали топ с базы фирмы katz черный гель-лак фирмы h&m и ромбики для дизайна проходила я с этим маникюром 41 день в середине носки делала коррекцию отросшие лунки тоненькой кисточкой сначала покрывала тоненьким слоем базы затем черным гель-лаком и слоем топа за весь период носки на моем маникюр не образовалось ни единого скула и сняла его только потому что многие уже просили снимать меня очередное видео о маникюре думаю что на такую хорошую носкость повлияли именно топ с базой фирмы katz поэтому в сегодняшнем маникюре снова буду использовать их ну и как вы понимаете всеми тестируемыми в прошлом видео товарами я осталась очень довольна а сейчас давайте наконец-то приступать к тестированию наших сегодняшних материалов инструментов все ссылки на них и на все что я сегодня буду использовать для создания моего маникюра вы как всегда найдете в описании под видео всем желаю приятного просмотра начнем со снятия кель-лака керамическая фреза с фрезером подружились кель-лак снимается очень живо снимала легкими движениями фреза ноготь не повреждает и что важно не нагревается как было с металлическими фрезами второй ноготь для сравнения снимала как раз металлическая процесс затянулся в разы после сравнения с керамической ощутив разницу да снять этот ноготь решила ею далее конуснообразный фрезой обработаю кутикулу лопаточкой пушеры приподниму кутикулу и зачищу область возле нее топориком вычищу из-под кутикулу все что зачистила бафиком выровняю поверхность ногтевой пластины клинцером при помощи безворсовых салфеток очищу я обезжирю ногти заказала себе новую упаковку безворсовых салфеток 900 штук стоимостью 121 рубль хватит на очень долго учитывая что даже маленькая упаковка я пользовалась достаточное время салфетки тоненькие все одинаковые и ровно нарезанные далее я решила попробовать клинцер с ремовером одной фирмы ремовер протестирую в следующем видео сегодня поговорим о качестве только клинцера оба они объемом 120 миллилитров имеют удобные крышки и самое положительное в их упаковках то что под крышками они запечатаны фольгой поэтому не прольются при транспортировке далее я на кончики ногтей нанесу праймер после подсыхания праймера на воздухе буду кистью наносить базу затем вторым более густым слоем базы выделяем выровняю ногтевую пластину после сушки базу буду наносить цветной гель лак он у меня в очень красивом нюдовом оттенке с мельчайшим серебряным шиммером отодвинуть кутикулу пошером еще раз чтобы нанести гель лак под кутикулу и 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 Нанесу второй стойкий лака. Субтитры подогнал «Симон» Сниму клинсером липкий слой. Затем буду наносить втирку. Она продается в нескольких оттенках, я выбрала ее с голубым отливом. Втирка мелкодисперсная, в комплекте шли два аппликатора. Щеткой счищу излишки втирки. Нанесу слой топа. Теперь давайте рассмотрим бульонки и жемчужины. Бульонки эти в трех цветах, четырех размеров. Жемчужины в одном цвете, трех размеров. Крепить их буду при помощи дотса. Мне очень нравится его дизайн. Академия Покрою ногти вторым слоем топа. Далее возьму тонкую кисточку и промежутки между жемчужинами заполню каплями топа и нанесу топ по периметру треугольника. В клинсером очищу кутикулу от втирки и в конце покрою кутикулу маслом для нее. Итак, вот такой маникюр получился у меня сегодня. В работе ни с одним товаром сегодня у меня не возникло никаких сложностей. Гель-лак этот пигментированности выше среднего, в два слоя полностью перекрыл ноготь. Стирка также очень проста в использовании, получился очень красивый перламутровый перелив. Жемчужные бульонки тоже очень красивые, очень качественные. Бульонки не съедаются топом. Также я уже несколько раз помыла руки с мылом на мыло, они никак не реагируют, они металлические и у них очень стойкое покрытие. Ну вот на сегодня, пожалуй, все о том, как поведет себя мой маникюр в носке, обязательно узнаете в следующем видео. Так что подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Также добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте там же в мои группы. Всем желаю легкости и красоты в создании ваших маникюров, а мы с вами увидимся здесь в следующем видео. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok